И по зуму к нам подключается заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Ролан Есмагомбетов. Ролан, здравствуйте. Расскажите, какая сейчас ситуация? Сколько на данный момент гектаров охвачено огнем? Добрый день. Со стороны Карагандинской области площадь загорания составляет 35 тысяч гектаров. Сегодня утром произведен был облет, аэровизуальный мониторинг на вертолетной технике. Была оценка, проведена оценка ситуации. По итогам оценки силы средства направлены были на локальные очаги горения. Это близ села Хойанде, зимовки Ахтас и вторая зимовка Харасу. Там сейчас как наземные силы, так и вертолетные техники работают. Задействованы два вертолета с водно-сливным устройством. Получается, сейчас 11.45 вылетел вертолет для повторного аэровизуального обследования ситуации, оценки ситуации. Также готовится один вертолет для вылета на указанную территорию, для того, чтобы массированно провести проливку очагов возгорания локальных, я повторяюсь, локальных очагов. Силы средства в достаточном количестве. На сегодняшний день 609 человек личного состава, 91 единица техники. Как Караганинской области, так и Ахмолинского гарнизона, гарнизона города Астаны, воинских частей, Министерства по учречению ситуаций, города Семей и города Караганда, которые дистанцированы. Также местные исполнительные органы. Все силы брошены на локализацию вот таких локальных очагов, а также на окоруливание местности, выгоревшие местности. Ролан, еще раз, этой техники хватает вам? И скажите, выдерживает ли экипировка пожарных? Этой техники достаточно, так как у нас при полевых штабах сформированы резервы техники личного состава. При необходимости будут уже направлены на участки локальные для подавления локальных очагов горения. И также мы со стороны, чтобы в целях недопущения распространения огня в сторону Курского лесничества, выставили полностью группировку со стороны Еген-Вилак. Там более 130 человек личного состава, 13 единиц техники, чтобы не допустить распространения в сторону лесничества. Данной техники достаточно, по поводу экипировки имеются полностью в наличии. Личный состав в боевых одеждах работает, в специальных боевых одеждах, и обеспечен ранцевыми инструментами для тушения пожаров. Также малые лесные пожарные комплексы мобильные задействованы, пожарные автоцистерны задействованы, водовозы для подвода воды, а также инженерная техника для проведения минерализационных полос. Эта техника тоже работает для опашки, для создания минерализационных полос, для целях недопущения распространения пожара в населенные пункты. Скажите, сейчас в соцсетях идет призыв к неравнодушным присоединиться к тушению. Это допустимо? По информации, которая у меня есть, по сведениям оперативного полевого штаба, необходимости мобилизации людских ресурсов, техники нет, так как имеется на месте достаточно сил средств профессионально обученных спасателей. Также в соцсетях есть видео, где прямо рядом с пламенем домашний скот. Скажите, фермеры уже несут убытки? Там сейчас насчет падежа скота информация не поступала от граждан в Акимат Караганинской области, в том числе Каркаралинского района. По сведениям Акимата, на данном участке имеется более 33 тысяч голов как мелкого рогатого, крупного рогатого скота, но произведен отгон скота на безопасное расстояние. Сейчас я еще раз говорю, информация в Акимат или в оперативный штаб по падежи скота не поступала от граждан. Хорошо, спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи со студией был Ролан Исмагомбетов, заместитель начальника ДЧС Караганинской области.